Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет из заснеженной Канады! Как всегда, села я записывать видео, и соседи включили машинку по очистке снега, трахтят там на улице. Я надеюсь, что вам это не очень мешает. Я сегодня хотела видео записать о фильме, который я посмотрела давно, на самом деле уже. Я посмотрела его перед Новым годом. Фильм, как из-за главы его, понимаете, называется «Дом Гучи». И все, наверное, уже его посмотрели, все уже записали на эту тему видео. Я, как всегда, дождалась до последнего. Ну, потому что, на самом деле, я, знаете, когда человек очень хайпует, как бы, на своих видео, он сразу-сразу бежит впереди паровоза записывать видео на какие-то хайповые темы. Я не особенно, как бы, думаю, что это тема, на которую я могу хайпануть. Но, тем не менее, вот просто хочу с вами обсудить и поговорить, потому что я видела много обзоров на эту тему, на этот фильм, и слышала много людей, которые рассуждали на тему этого фильма. У меня появились всякие мысли, которые я хочу вам рассказать. И я начну с того, что, ну, я не буду спойлерить, наверное, все знают сюжет этого фильма, что там произошло. Естественно, в центре внимания история, которая произошла в 95-м, 92-м. Ну, слушайте, вот я не подготовилась, села записывать. В общем, в 90-х каком-то, в начале 90-х, не суть важна, на самом деле. И реальная история из жизни семейства Гучи о том, что один из наследников фирмы, компании дома Гучи, Маурицио Гучи, был застрелен человеком, которого наняла бывшая на тот момент уже жена Патриция Гучи. И вот как бы об этом фильме, об этом событии и о том, что предшествовало этому событию, описываются герои и ситуация на тот момент в доме Гучи. То есть как бы идет основная линия, это фактически история этой женщины, Патриции Гучи, ее мужа, семьи его, их бизнеса, всего вот дома Гучи, что происходило с ними на протяжении какого-то времени, периода с тех пор, как она познакомилась с ним и с тех пор, как они развелись, и вот она сделала то, что она сделала. Я хочу сказать, что жизнь подкидывает такие сюжеты, что Голливуд никогда не придумает. Вот я заметила такую тенденцию, что в последние годы на церемонии Оскара выдвигаются фильмы, которые основаны на реальных событиях. По-моему, этот фильм тоже пойдет на Оскар в этом году, но я не уверена. Вот некоторые говорят да, некоторые говорят нет, может быть не фильм, может быть Леди Гага получит, вернее будет номинирована за лучшую женскую роль, но не уверена я в этом. Но то, что фильм, так сказать, прогремел, и он довольно заметный, и он многообсуждаемый почти всеми кинокритиками, и не только, и вот нами, бла-бла, блогерами. Так вот, все вот такие вот заметные, видные фильмы, в том числе фильмы, которые выдвигались на Оскар, это все фильмы, основанные на реальных событиях. Ну, практически 90% фильмов, которые выдвигаются на номинацию Оскара, это то, что произошло на самом деле. То есть жизнь подкидывает такие сюжеты, которые никакой голливудский сценарист, писатель не придумает и вообще не додумается, а как бы вот что тут писать, когда вот она жизнь, и она как бы нам дает сюжеты в руки. Ну, давайте начнем про сам, перейдем к самому фильму. Во-первых, я хочу сказать, что фильм действительно снят очень хорошо и очень красиво. Что я имею в виду, что я подразумеваю под красиво? Во-первых, конечно, красивые наряды, красивая одежда, потому что речь идет о доме Гуччи, естественно, там принимают участие очень много вещей, которые были произведены этим домом, и именно вот винтажные вещи, вещи, которые можно найти только в музеях, наверное, сейчас. Ну, потому что речь-то идет о... То есть конец фильма как бы выпадает на 90-е годы, а начинается он намного раньше, когда... Это конец 60-х, по-моему, когда главная героиня, так сказать, героиня Патриция познакомилась с ее будущим мужем Маурицией. В начале фильма она играет довольно молодую еще женщину, молодую девушку, значит. И вот, знаете, они стилизовали ее образ под знаменитых итальянских актрис Софи Лорен, конечно, Джинула Бриджида. Она одевается в очень такие обтягивающие по фигуре платья, выделяющие ее грудь, выделяющие ее попу, в общем, очень подчеркивающие талию. Хотя, честно говоря, я не знаю насчет того, насколько Леди Гага действительно имеет вот такие вот формы. Она довольно такая, по-моему, стройненькая дама, но в фильме, знаете, ее сделали вот такой вот пышнотелой, итальянской красоткой, вот именно с пышными формами и тонкой талией. Вот именно по примеру вот тех актрис прекрасных, замечательных, которые загремели в то время. Ну и наряды, соответственно, подчеркивают, что надо и где надо. В общем, короче, хорошо, в общем, постарались. Ну, по-моему, вот первое платье, в которых она там выступает, так сказать, это не гучевские, это платья разных брендов. Причем, кстати, там есть платья, которые современные. То есть есть некоторые винтажные, а есть некоторые современные. Там одно платье было Max Mara, по-моему, 2022 года. Там еще какие-то платья, в общем, из довольно известных брендов и довольно современные. Ну и все это, конечно, стилизовано под те времена, и прическа у нее, и мейкап, вот эти стрелочки. В общем, все так она, знаете, прям так и сделана под то, что надо. И она действительно шикарно выглядит. Я хочу сказать, что она такая красотка невероятная в этом фильме. Вот именно в начале, то есть она как бы должна быть красивой женщиной, привлекательной. Но она действительно очень хорошо выглядит. То есть Леди Гага, в общем, имеет спорную внешность, я бы так сказала. Ну, она на любителя, да. Но в этом фильме, прямо в начале, она прямо такая красотка-красотка. Причем очень такая чувственная, очень прям такая итальянская красавица. Хотя, кстати, она же действительно итальянка Леди Гага по происхождению. Поэтому как бы ей было легко это изображать, наверное. Но потом, значит, в продолжении фильма ее одевают уже в наряды Гуччи, все эти сумочки, все вот это вот. И вот я хочу вам сказать, кстати, что очень вовремя сняли фильм, потому что, значит, самая популярная сейчас сумка от бренда Гуччи, это их как бы перевыпуск сумки в 60-х годах, которая была выпущена у них, которая называется Джеки. И тогда вот как бы это была сумка очень популярная, и там мелькает она в фильме часто. И в том числе, как бы сейчас это прям на пике она. И это, кстати, я хочу еще про это сказать, что это какая-то такая была прям супернативная реклама компании Гуччи, что, в общем, понятно и объяснимо. Так вот, значит, с течением времени там прекрасные ее наряды, и она очень-очень хорошо выглядит довольно, так сказать, продолжительное время. Очень красиво одета. Плюс ко всему вот эта вот, знаете, эстетика итальянская, архитектура. Не только Леди Гага, вообще артисты все, которые там снимаются. Мужчины очень элегантные. Ну, в общем, конечно, выше всяких похвал. Долая, опять же, вот итальянская, итальянские города там сняты. Ну, в общем, действительно очень красивый фильм. Так что хотя бы даже ради этого стоит его посмотреть. Кстати, я хочу сказать, что продолжится вот моя мысль про Леди Гага, что они настолько хорошо это все сняли, что даже, в принципе, как бы она в течение фильма, ну, как бы взрослеет женщина, и из такой молодой, стройной красотки, горячей, она превращается в такую женщину средних лет, с поплывшим овалом, с такой немножко поплывшей фигурой, с девшими волосами. И, знаете, вот как-то они настолько, причем фильм снимался в течение очень короткого времени, буквально там несколько месяцев. И вот за эти несколько месяцев, конечно, ну, гримеры Голливуда и выше всяких похвал, они именно вот так ее вот повзрослели, подобрали ей такую одежду не только лицом, но даже вот, знаете, они ее в конце уже фильма, где она уже такая взрослая дама, и она там есть эпизод, где она сидит в какой-то мальчике такой обтягивающей, джинсы, куртка кожаная, и вот она сидит, и вот так вот у нее тут, знаете, эти самые жирики такие, с такими, знаете, телеса такие вот, когда женщина уже взрослая, не очень худая, у нее тут такие шины на животе, и, в общем, грудь, потом еще, еще вот такой, вот, знаете, вот она сидит, вот прям, вот это видно, то есть это настолько реалистично показана, вот женщина уже такая под 50 за 50, которая, в общем-то, уже не столь юна и привлекательна, а, в принципе, как бы они так ее очень хорошо, аккуратно состали, не засказать, что она там плохо выглядит, она еще достаточно хорошо выглядит, но, тем не менее, вот видно, что женщина уже не молода. А теперь я хочу сказать по поводу рекламы для Гучи, значит, ходило много разговоров о том, что представители, так сказать, наследники дома Гучи были не очень довольны этим фильмом, то, как была показана семья, потому что там показано, что там были дрязги, скандалы, там сын сажал в тюрьму своего отца, в общем-то, как бы, ну, производили всякие не очень красивые действия друг с другом, это правда, на самом деле, потому что я читала, я читала после этого фильма, вернее, до него, тут, как я пошла, значит, на этот фильм, я читала вот именно вот историю дома Гучи, как там, что все происходило, там действительно было очень много некрасивых моментов между именно членами семьи, они все время что-то делили, богатство, деньги, в общем, какая-то была у них бесконечная дрязга, бесконечные суды, там, в общем, они друг друга подсаживали и подставляли, это действительно была очень красивая история, но, тем не менее, вот, наследники дома Гучи очень возмущались тем, что они были не очень красиво показаны, сам дом Гучи и вообще все, что у него происходило в этом фильме. Я хочу сказать, что я считаю, что это немножко натяг, я думаю, что они как бы для виду повозмущались, но, если честно, я думаю, что этот фильм, он поднял продажи изделий дома Гучи, наверное, может быть, ну, может, не в два раза, но значительно увеличил, потому что я вот, если честно, я очень человек равнодушна к люксу, ну, бывает, да, я на самом деле, ну, вот, у меня есть несколько вещей люксовых, но я как бы их даже не ношу особенно, и вот, ну, не знаю, в общем, я не особенно как бы с люксом благоговею перед ним, так скажем, да, но тем не менее, я посмотрела, что этот фильм у меня прям зачесалось, зачесалось купить какую-нибудь сумочку Гучи, потому что вот вся эта эстетика, она настолько прям завораживает и заряжает, и, в общем, короче, у меня прям зачесались руки, я даже полезла на разные веб-сайты типа Farfetch именно вот посмотреть именно винтажную сумку, именно тех времен, там, конец 60-х, начало 70-х, вот когда вот был расцвет вот этого всего сюжета, того, что происходит в фильме, когда был расцвет их отношений, и Маурицию с Патрицией, и, в общем-то, ну, так начала так интересоваться, правда, что мне как бы, ну, вот, я поэтому хочу сказать, что даже меня как-то немножко он завел этот фильм, а что говорить о людях, которые действительно очень любят этот бренд и покупают его изделия, я думаю, что они побежали и понесли свои денежки туда в два раза быстрее, чем они это сделали до фильма, так что я думаю, что недовольство дома Гучи этим фильмом, оно немножко такое, знаете, ну, это такая игра, понимаете, чтобы вот, ну, да, это как бы реклама, но мы все равно недовольны, потому что нас не очень красиво показали, а на самом деле я думаю, что они сидят и потеряют лапки и подсчитывают денежки, которые они получили благодаря этому фильму. Еще один момент, который очень многие критики почему-то, я не знаю, я совершенно с этим не согласна, что, в принципе, как бы Патриция, главная героиня этого фильма, фактически она заказала своего мужа, то есть она после этого сидела в тюрьме 20 лет и, как бы, ну, персонаж не слишком положительный, но в фильме она показана, как бы, что вот как-то оправдывает, фильм когда оправдывает то, что она сделала, что она показывала такой жертвой несчастной, что вот он ее бросил и, как бы, вот немножко, как бы, легитимирует то, что вот она сделала, то, что она сделала и о том, как с ней не очень красиво обращались в этой компании, потому что все-таки они, как бы, по тем временам женщина не имела права голоса, она все время рвалась к власти, все время пыталась управлять, у нее были какие-то свои идеи, а ее, как бы, все время затыкали и говорили, ну, типа, твое дело там на кухне. Я вообще с этим в корне не согласна, если честно, она не вызвала у меня ни малейшей симпатии, вообще абсолютно никакой, и я вот просто смотрела фильм, и вот, знаете, такая корыстная, истеричная, коварная баба, которая не могла пережить, что ее муж ее оставил, ну, понимаете, да, я понимаю, это не самый приятный момент в жизни, наверное, любой женщины, если муж оставляет ее и уходит, фактически к другой женщине, плюс, как бы, она получила отставку, как леди Гучи, как она себя называла, она считала, что она является, как бы, вот, она, это дом Гучи, Гучи, это она. И развод, это был не только конец ее брака, но это также был и конец ее, как бы, вот, присутствия, главенствия в этом доме Гучи. Муж, кстати, поступил с ней довольно хорошо в смысле финансово, он довольно большое содержание ей назначил, то есть она, как бы, финансово не особенно страдала, но, понимаете, ей настолько все равно было вот это вот все не по ней, она настолько вот такая персона, которая совершенно не терпит ни малейшего какого-то поражения, что она вот решила заказать своего мужа, ну, вот, давайте так вот поговорим, согласитесь, девочки, не все после развода жены идут на то, чтобы заказать наемного убийцу, который убьет ее мужа, то есть при том, что она, как бы, финансово от этого пострадала, потому что он должен был быть тем, кто должен был содержать ее после развода, и действительно содержание, повторюсь опять, было совсем неплохое, но она пошла на то, чтобы, ну, как бы, пожертвовать даже этим, потому что, именно потому что она была вот задета его, так сказать, тем, что он ее предал, ну, и это, как бы, знаете, ну, опять же, не каждая женщина, будет это делать, то есть это, как бы, характер говорит о человеке что-то, и, если честно, вот, я вот видела ее в фильме, как бы, она показана такой вот, ну, вот, подколонная змея, знаете, ее получила отставку, и ничего, кроме, как, прикончить человека, которого, с которым она прожила и имеет детей, и она лучше ничего не придумала. Кстати, я хочу сказать, что я посмотрела документальный фильм тоже до того, как я посмотрела фильм, он, по-моему, обошел, так сказать, все, вышел на все топы Ютьюба, там, сколько-то миллионов уже просмотров, именно интервью с ней, после того, как она отсидела в тюрьме, 20 лет, и вышла из тюрьмы, значит, она уже женщина довольно пожилая, ей за 70, и вот она дает интервью, по-моему, часовое интервью, документальный фильм, где она, как бы, рассказывает об этих всех событиях, причем она, как бы, пытается отпираться, что это не она, что это не она его убила, или то, что была не ее идея, что ее, как бы, вынудили, ну, в общем, там, вообще, довольно мутная история, в том смысле, что история-то понятная, она, как бы, пытается представить эту историю, не совсем так, как она была на самом деле, вот, но я хочу сказать, что, несмотря на 20 лет в тюрьме, просидевши 20 лет в тюрьме, хотя я слышала, опять же, что в тюрьме, она не сидела в тюрьме, как нормальные люди сидят в тюрьме, а у нее там был свой прикмахер, свой педикюр, свой маникюр к ней приходили, она была там королева в этой тюрьме, но, тем не менее, 20 лет в тюрьме, она, вот, ведет себя сейчас, как будто бы она с таким презрением, знаете, ко всему, высокомерный взгляд, очень высокомерная манера говорить, она до сих пор производит очень непри... на меня, в всяком случае, произвела очень неприятное впечатление, очень высокомерного, очень заносчивого человека, который считает, что она выше других, что она, как бы, незаслуженно была наказана, и вообще, вот, до сих пор у меня такое впечатление, что у нее обида на дом Гучи, и на бывшего этого мужа своего уже, который почил в Бозе уже много-много лет, но, ну, вот, такое впечатление, не знаю, не произвела она на меня приятное впечатление, эта женщина, реальная героиня, так скажем, не персонаж в кино, а вот реальный человек, и еще один вопрос, откуда у нее она живет очень состоятельной жизнью, после того, как она вышла из тюрьмы, вот, мне просто интересно, откуда деньги, откуда деньги, Коля, да, потому что, на самом деле, опять же, она лишила сама себя содержанием, которое ей оставил муж после развода, заказавший его, потому что содержать ее стало некому, и я не думаю, что она получила какое-то наследство, может быть, получила, я, честно говоря, не знаю итальянские законы, после того, как после смерти ее мужа, несмотря на то, что она села в тюрьму, и она является фактически его убийцей, возможно, что она получила его деньги в наследство, во всяком случае, дети ее, ну, в общем, я не знаю, но факт, что деньги у нее имеются, она довольно состоятельно живет, и, в принципе, проблем у нее никаких в жизни нету, и она сейчас стала супер популярной, супер известной, кстати, я слышала, что Леди Гага отказалась с ней встречаться, вот, когда они снимали фильм, потому что она не хотела никакого влияния, чтобы вот у нее было видение этой роли, этого персонажа, и она не хотела, чтобы эта женщина в встрече с ней оказала на нее какое-то влияние вот именно в ее игре. И теперь я хочу сказать про игру. Леди Гага, конечно, супер играет, она в течение всего фильма, весь фильм, все артисты говорят с итальянским акцентом, фильм, конечно, на английском языке, но все артисты говорят с итальянским акцентом, и это очень характерно, как бы это добавляет атмосферы, потому что, конечно, играть итальянцев на чисто английском языке, это немножко снижает градус вот этой вот итальянскости, да, а вот то, что они все говорят с таким сильным итальянским акцентом, это добавляет атмосферу, вот эта итальянская атмосфера этому фильму. Я считаю, что это был очень правильный ход, хороший ход режиссера, и я читала тоже про Леди Гагу, что она даже во время съемок этого фильма, даже в жизни она не переставала говорить с итальянским акцентом, то есть вот она, кончались съемки, она продолжала свою, так сказать, жизнь, и она продолжала говорить с этим акцентом, чтобы не выходить из образа. И я хочу сказать, что очень много есть критиков, которые очень критикуют этот фильм, и в том числе игру актеров. Но вот Леди Гагу не критикуют, а всех остальных как-то критикуют. Я бы сказала, что это не совсем корректно, потому что смотреть этот фильм в переводе, понимаете, он совершенно не звучит так, как он звучит в оригинале, вот на английском языке с итальянским акцентом. Я смотрела-то его в оригинале, но я видела критиков от русскоязычных, которые вставляли какие-то отрывки из этого фильма и в дубляжи, в русскоговорящем русскоязычном дубляже. Естественно, никакого итальянского акцента там нету. Люди, те, кто дублирует артистов голливудских, они говорят по-русски совершенно чисто. И уходит такая часть вот игры артистов, и вообще такая часть этого фильма, просто вот она теряется, потому что вот именно вот очень большая такая вот составляющая этого фильма, это именно вот их игра на английском, но с таким сильным итальянским акцентом. Поэтому я считаю, что это очень некорректно критиковать игру артистов, которые на самом деле действительно вложились очень много в эти роли, потому что вы просто не слышали их в оригинале, и это как бы не совсем правильно, я считаю. Вообще я считаю, что очень трудно оценить игру актеров, когда вы не слушаете или не смотрите фильм в оригинале, а смотрите его с дубляжом. Потому что вот я, как человек, который смотрит фильмы в оригинале, а потом иногда я смотрю фильмы с русским переводом, с русским дубляжом, потому что, ну, бывает, попадается какой-то фильм, кто-то смотрит со мной, или я там с кем-то смотрю, и вот идет дубляж русский. Это вообще небо и земля. То есть оценить игру актера, не слушая его оригинальную речь, его оригинальную игру, именно вот то, что он говорит, проговаривает, это не вообще как бы, ну, совершенно это две разные игры, это совершенно другое. То есть вы видите, как играет актер, и вы слышите то, как кто-то дублирует его на другом языке, совершенно другим голосом, совершенно другими интонациями. Это вообще абсолютно нельзя оценить на самом деле вот настоящую игру актера. Это очень некорректно, я считаю, делать вот такие вот как бы обзоры вот фильмов, тогда, когда вы не слушаете и не видите игру актеров с его, так сказать, оригинальным произношением. В общем, короче, девочки, в заключение хочу сказать, что фильм очень хороший. Я очень советую всем посмотреть, всем любителям моды, особенно и любителям одежды, любителям фэшена, этот фильм надо обязательно посмотреть, потому что кроме сюжета, так сказать, который развивается в этом фильме, там есть очень много отсылок вот именно к истории Дома Гучи, к тому, что они делали, что они как бы производили, вот вся вот эта вот, знаете, эстетика. Очень интересно, особенно интересно любителям моды и любителям красивой одежды и красивых аксессуаров. Все, на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень интересно послушать ваше мнение на эту тему. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай.